Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как правильно реагировать на токсичного отца? Я взрослый человек, кто нет возможности пока отделиться с собой. Лично позволить жилье. Друзья, живу в доме родителей, отец невыносимый, работаю на удаленке. Работать не дает, отвлекает, надо мной стоит, заходит каждый пять минут в мою комнату, орет, обвиняет, указывает, обесценивает мою работу. Если не выполняю его указания, слышу о себе, кто я есть. Рот у него практически не закрывается. Проблема в том, что я почему-то воспринимаю все на себя, что я виноват, и все. И еще я не могу ни готовить, ни убирать ничего, все будет прокомментировано и в самом негативном ключе. Как? Ключи терпения и невоспринимать на себя. Спасибо. Пишите вы. Ну, вообще говоря, вот то, что вы воспринимаете на себя, это результат определенных, скажем так, психических процессов. Это результат вашей психологической активности. Это результат привычки. В том числе, это результат и травмы вашей психологической, которая у вас была. И в том числе, вот привычка. Вот здесь. В первую очередь, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что, как вам плохо в этой ситуации. Но тем не менее, несмотря на то, что плохо, несмотря на то, что вам невыносимо, вы все же работаете на удаленке. То есть вы работаете дома. То есть вы, по сути, даже посредством работы, не выходите из дома, чтобы побыть одна и побыть, ну, скажем так, по-свободе, да? Вот. Подобный выбор, то есть вот вся ситуация целиком, в целом, а лично меня наводит на мысль о том, что вы находитесь в мазохистических отношениях. То есть это мазохистические отношения, где да, вам плохо, она вам тяжело, вам невыносимо, но и менять ничего вы не хотите. Вот. Хотя просто банально работать где-то, чтобы совести связи, контакты, найти себе знакомых, друзей, которые бы помогли вам с жилплощадью на первое время, например, и так далее. Как у вас, кстати говоря, с социальным окружением вопрос обстоит, если у вас друзья, если у вас партнер романтический, то, что вы описываете, выглядит как то, что вот есть только вы, ваша работа и ваш отец, и всё, больше никого нет. Такой замкнутый мир достаточно, которым вам, ну, конечно же, трудно. Дальше, да, то есть постарайтесь вот увидеть, да, у вас ситуация тяжелая, постарайтесь увидеть, какие выгоды вы можете от этого получать. Ну вот, если так предполагать, да, какие выгоды, то можно, значит, высказать идею о том, что вы не доверяете, например, сам себе, да, и что вы нуждаетесь в контроле, что когда вы чувствуете себя виноваты, несмотря на то, что вам больно, несмотря на то, что вам трудно и тяжело, вот, не виноваты. Виноваты и так далее, вы чувствуете некую стабильность в этом, чувствуете некую такую уверенность, да, чувствуете опору, вот, и как вы будете жить без этого опора. Вот, попробуйте представить себе, что завтра вашего папы нет. Ну, уехал куда-нибудь, или может быть и возрастало, да, попробуйте представить себе, как вы будете жить, что вы будете делать, куда направите свои ресурсы, о чем будете думать и так далее. Вот, вот, это такой момент, то есть, это момент именно выгоды. Я почитал ваш предыдущий вопрос и предыдущий вопрос, вы, в принципе, пишете правную долу. Ну, там то же самое, там то же самое, что вот, что тяжело и так далее. Следующий момент. Цели в жизни. То есть, к чему вы в жизни своей стремитесь? Чего вы хотите от жизни? Вот. Куда вы идете по жизни? К чему вы идете? Тут тоже... Непонятно. Да? Вы говорите, что нет возможности пока отделиться? Может быть и нет. Может быть и нет. А... Цель какая? Вот, когда я отделюсь, я что буду делать? Да? То есть, если я отделюсь, что у меня будет? То есть, это не вопрос возможности отделиться пока что. Это вопрос мотивации, вопрос цели. Дальше. Вот вы говорите, я почему-то воспринимаю все на себя, что я виноват и все. Вот вы говорите, почему-то воспринимаю все на себя. Вот нужно увидеть, как вы это делаете, за счет чего. В общем-то, у вас, с одной стороны, есть собственные такие обесценивающие тенденции. То есть, вы себя сами обесцениваете, вы как бы соглашаетесь с папой. Вот. И это не мудрено, опять же, если вы живете в таком закрытом мире, где, ну, получается, единственный источник информации о себе, это вы с папой. Получается. Вам нужно заметить то, где вы себя обесцениваете и заметить в этом переживании помимо того, что вы себя обесцениваете, помимо вины, а что-то еще. То есть, понимаете, может быть, вы и правда в чем-то считаете себя виноватой сами. Но это можно исправить. То, в общем, вы виноват просто берете и исправляете. Ну, потому что вы сами, например, считаете, что это, ну, не очень здорово. Если же вы не исправляете, если же исправить не получается, например, то эта история, она больше про такую вырванную искусственную вину, которая представляет из себя маскировку. Чувство вины здесь выглядит как маскировка другого чувства. Какого только? Вопрос. Его нужно выразить. Найти его и выразить. Да, по поводу мыслей суицидальных я бы сказал, что так множается ваша злость и агрессия, вот, в том числе и на себя. Это, опять же, ну, естественно и нормально в ситуации, в которой вы оказались. Самое главное, самое главное, вот вы спрашиваете, как правильно реагировать на токсичную отцину, да? А что значит правильно? Ну, правильно, это как? Вот кто решает, кто определяет, как правильно? Вы уже как-то реагируете на это? Ну, вот так реагировать и нужно. И выражать свою реакцию нужно корректно. Хочется отметить, что у меня сложилось впечатление, будто вы нацелены на то, чтобы отец перестал это делать. И вы нацелены на то, чтобы он перестал так себя вести и чтобы он наконец-то, может быть, вас как-то одобрил. И если вы заметите, то вот поведение вашего отца, да, как он себя ведёт, это же поведение человека, который нуждается в вас, он нуждается в вас, он не может без вас. Он заходит каждые пять минут в комнату, орёт, обвиняет, указывает. Он не может без вас. Так же вероятно, как и вы не можете без него. Именно поэтому вы не отделяйтесь. Потому что насколько вам тяжело, да, наводит на некоторые мысли. И, вероятно, будет хорошо для вас понять мотивацию человека. То есть, вы сейчас, подобно ребёнку, смотрите только на то, как человек себя ведёт по отношению к вам, что он делает. Но можно и нужно посмотреть на то, чего человек хочет, на его желание, то есть, для чего он это всё делает. Вам нужно увидеть это, для чего он всё это делает. Вот вы говорите, я чувствую вину, я виноват, я виноват. А что это означает? То есть, если я виноват, то я что-то должна. Получается, кому должна, почему должна, с чем вы согласны в этом долге, а с чем нет. Это первое. Второе. Если вы должны, то, вероятно, должен и ваш отец, ведь долгу-то, даже слованию-то, вы научились у него, у папы, больше, ну, может быть, ещё у мамы, но про маму вы ничего не пишете, вот, поэтому, неизвестно тут. То есть, пока что вы научились о дложествовании у папы, вот, то есть, папа считает себя должным вот это всё делать. И вы считаете себя должной, чувствуете себя виноватой. Ну, давайте подумаем, чего папа хочет. Вот. Чего он хочет. Как, какие у него, ради чего он это всё делает. Ну, вы можете прямо у него так спросить, как папа, сначала, вот ты, вот так вот, себя ведёшь, да, папа, Женю, ко мне, то есть, вот это вот, Ну вот кричишь на меня, да, заходишь ко мне, да и бля. Пап, скажи, а чего ты хочешь для меня, вот как бы, вот чего ты хочешь для меня, пап? Спросить? Вы удивитесь ответу. Но вам нужно и себя тоже спросить. Вы это всё делаете для чего. Вот вы сейчас спрашиваете, как правильно реагировать на токсичного роста, реагировать на него. Для чего? Ну вы наверное скажете, что, чтобы чувствовать себя лучше, чтобы не испытывать негатива, чтобы вам было легче. Да, окей. А дальше? Ну то есть, вот вам станет легче. Что-то потом. Что вы делать-то будете? Вот. Понимаете? То есть мне кажется, что некая потерянность такая по жизни, некая изолированность от социального окружения, от внешнего мира, вот, некая изолированность, она никуда не идёт. И пока она никуда не идёт, вы будете закрываться чувством вины от неё. Вы боитесь, вероятно, самостоятельности там. Вот. И чувство вины в этом смысле выгодно. Если вы будете чувствовать вину, то всё будет предельно понятно. Вот это правильно, вот это нет. Но если вы заметите другие чувства, вместе со свиной, которые идут, вам придётся взять за них ответственность также. А ответственность предполагает действия. А этих действий вы боитесь? А признаться себе в том, что вы этих действий боитесь, означает признать, что дело не в папе, а уже в вас. А именно папа сейчас выступает тем, кто отравляет вам жизнь. Но дело не в папе, а в вас. Опять же. В том, что вы до сих пор ребёнок. В том, что вы не повзрослели. Взрослость – это не физиологическая история. И невозможность себя обеспечивать. Взрослость – это взять ответственность за свои чувства. Человек, который себя винит – это не взрослый. Потому что любой взрослый прекрасно понимает и знает, что он не ответственен за других людей. За их жизни. Понимаете? А если ответственен, то ответственен в той мере, в какой он этого хочет. Вот. Вот. Вот вы пишите. Вообще, все действия было плохим нервом, меня подпорчены прошлым. Пишите вы. Это боль. Негатив. Вам нужно это прожить и пережить. Вот. Я думаю, будет легче. Таким образом, отвечая на вопрос, как правильно реагировать, я бы убрал слово «правильно», как я уже реагирую на отца. Слово «токсичный» я бы тоже убрал. Вот. Как и для чего? Для чего? То есть, как я хочу реагировать, чтобы что? Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.